всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine но перед началом нового путешествия хотелось бы поблагодарить всех наших донатеров на канале спасибо друзья наше путешествие сегодня начинается в столпах творения для тех кто не знает что такое столпы творения это скопление межзвездного газа и пыли в туманности орел примерно в семи тысячах световых лет от земли представьте насколько далеко находится данный объект даже свои обычные любительские телескопы вы его не сможете рассмотреть это очень интересный достаточно объект название по-моему если я не ошибаюсь по каталогу месье м16 так давайте сейчас перейдем в свободный режим и для тех кто не увидел те самые столпы творения вот так как-то сбоку попробуем их рассмотреть вот они те самые три известных толпа посмотрите насколько они громадные я могу вам сказать приблизительно почти пяти световым годам принципе давайте рассмотрим состав и строения толпы творения остатки центральной части газополевой туманности орел созвездие змеи и состоит как и вся туманность в основном из холодного молекулярного водорода и пыли под действием гравитации в газополевом облаке образуются сгущения из которых рождаются новые звезды уникальность данного объекта в том что первые четыре массивные звезды попробуем сейчас их здесь найти появившиеся в центре туманности примерно 2 миллиона лет назад развеяли ее центральную часть и участок со стороны земли поэтому частично туманность орла видно изнутри так ну что же давайте попробуем найти эти самые четыре массивные звезды я не знаю сможем ли мы их как-то увидеть здесь ну наверное скорее всего первая звезда звезда rs 84 96 я конечно могу ошибаться а вторая звезда наверное rs 84 96 конечно да симулятор может работать немножко по-иному так что пожалуйста не кидайтесь меня тапками вы можете поставить лайк это это самое святое что может сделать любитель космоса на нашем канале так ладно давайте мы с вами не будем затрагивать тогда касаться этой темы попробуем найти вообще ближайшую какую-нибудь звезду прямо-таки к этой известной туманности а звезда rs 84 96 оранжевый карлик тройная кстати спасибо подписчику модулу за то что посоветовал мне снять ролик по данному объекту так что у нас здесь имеется то у нас вообще о планетам данных посмотрите это вообще я бы даже сказал тройная звездная система похоже на альфу центавра здесь есть оранжевый карлик и также два красных карлика вот этот объект мне более интересен потому что здесь а с двойной звездной системы есть теплая озерная терра солнечные сутки бесконечные атмосферное давление повышена температура но температуру понятно почти 200 градусов по цельсию наверное очень огромный парниковый эффект у данной планеты нет парниковый эффект 14 градусов всего число лун 6 ну что же есть поверхности и это хорошо мы попробуем на нее сейчас с вами опуститься до воды на планете нету но мы видим что достаточно большая облачность на планете похоже на венеру вода полностью вся содержится паром ну что же давайте потихоньку опускаться практически горный рельеф никакой ровной поверхности я здесь не вижу жалко конечно мы не увидим с вами прекрасные виды на столпы творения потому что планета повернута одной стороной к своей родительской звезде к своим родительским звездам я бы даже сказал отсюда что-то видно я не пойму что это теплый суп нептун а это вторая планета от двух вот этих родительских звезд это газовый гигант теплый суп нептун что-то напоминает наш нептун в нашей солнечной системе полностью состоит из водород гелия достаточно близко всего лишь 0,08 астрономических единиц это как если бы мы были на планете земля и смотрели наше солнце то есть ну юпитер бы отсюда смотрелся грандиозно я бы сказал учитывая его диаметр нежели диаметр вот этой планеты 37 тысяч 610 километров всего вряд ли здесь существуют какие-то организмы инопланетные вряд ли но могут быть какие-то бактерии так ладно давайте попробуем прилететь на какую-нибудь другую планету что здесь может у нас еще заинтересовать так теплый суп нептун прохладный мини юпитер прохладный супер нептун в изобилии здесь также газовые планеты прохладная озерная супертера минус 89 градусов по цельсию солнечные сутки 9 часов достаточно быстро вращение планеты но вот отсюда можно посмотреть красивые виды на столпы творения минус 89 градусов по по цельсию атмосферное давление 188 атмосфер явно если бы ты бы находился на поверхности данной планеты тебя бы просто бы раздавила действующие вулканы что-то мне подсказывает что здесь очень разреженная какая-то атмосфера не находите до сравнение с марсом так ну что ж давайте попробуем опуститься на ее поверхность да здесь достаточно разреженная атмосфера но правильно состав атмосферы n2 co2 скажем так это марс эта планета марс в этой звездной системе естественно красный карлик ну просто на таком расстоянии в котором находится эта планета она не сможет прогреть ее даже хоть пусть их будет три ну что ж давайте посмотрим тогда с этой планеты может быть на восход закат звезды двух звезд это прямая двойной звездной системы кстати я не обратил внимание где у нас вторая звезда опс-опс-опс так секунду я перелетел к ней так опускаемся обратно на поверхность так первая звезда б б б а а она просто покрывает вторую звезду собой поэтому мы не видим два так сказать солнца на небосводе ну что ж ладно давайте дождемся тогда заката наверно увидим ли мы интересно синий закат марса на этой планете непонятно в каких-то холмах я опустился в каких-то горах что это за местность я не понимаю да синий практически такой же закат нашего солнца можно наблюдать находясь на поверхности марса продолжим ускорять время и самое интересное я сейчас думаю что мы увидим с вами ту самую туманность те самые столпы творения наверное на поверхности этой планеты предстанут ли они во всей красе перед нами так вот она эта туманность честно говоря я не понимаю где мы это я так понимаю от центра туманности а возможно вот это вот кстати один из столпов да ну чтобы полностью увидеть туманность во всей красе нам нужно находиться где-нибудь на огромном расстоянии найти какую-нибудь звезду в принципе можно сейчас это сделать но посмотрите насколько красивейшие виды открываются даже на этой планете нам даже не обязательно найти какую-нибудь планету с жизнью без разницы самое главное чтобы была хоть какая-то атмосфера чтобы мы видели вот такие прекрасные с вами виды можно утонуть кажется что прыгнешь и будешь лететь бесконечность ты не найдешь края представляете если такие бы виды вам открывались с планеты земля так ну что же давайте попробуем наверное в центре к сожалению на данной туманности я звезд никаких не обнаружил но вот если отдалиться то можно найти какую-нибудь звезду и найти там планету чтобы вся эта туманность полностью была на ночном небе да даже на дневном хотя на дневном вряд ли мы ее увидим а давайте чтобы на ночном виде открылась открылась полностью эта туманность допустим вот эта звезда желтый карлик рс-8496 перелетим к данному объекту так что у нас здесь по планетам это двойная звездная система желтый карлик а и красный карлик б горячая пустынная терра теплая пустынная субтерра так ну давайте попробуем опуститься на ее поверхность так солнечные сутки здесь бесконечны но с какой стороны можно посмотреть находится находятся столпы творения давайте прямо таки сразу на ночную сторону это два горячих нептуна я так понимаю да два две газовые планеты которые находятся в данной звездной системе открывается наипрекраснейший вид на галактику млечный путь вот они те самые столпы творения кажется что они полностью поместятся у тебя в руках можно вечно любоваться интересно и зеленоватая здесь зеленоватый оттенок атмосферы я так понимаю здесь опять элементы такие как хлор скорее всего интересно вот эта гора больше горы олимп на том же марсе типа посмотрим так высота поверхность моря так примерно поднимаемся выше высота 200 метров 1 километр 3 километра 6 7 высота над поверхностью моря 21 километр представляете насколько огромная вот эта вот гора или потухший вулкан невероятно таких гор я еще не встречал из engine давненько крайне мере отсюда кстати столпы творения смотрятся еще лучше ну что же друзья вот такое маленькое небольшое с вами путешествие мы сегодня совершили в мире space engine обязательно поставь пальчик вверх подпишись на канал помните друзья что космос и вселенная бесконечна и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока и новых открытий пока 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 пока